Приветствую вас на канале Асмодейплей, мы продолжаем играть в Call of Duty Black Ops, возможно, 2. Не знаю точно. Мы знаем, что Джеймс Хадсон передал тебе сведения, полученные у доктора Кларка в Каулу. Что за мерзость? Хадсон сказал, что Кларк свихнулся. Помешался. Кларк создал 06, нервно-паралитический газ, убивающий за секунды. Подручный Драговича, Кравченко, испытывает его во Вьетнаме. На них, на нас, на своих людях ему все равно. Да. Ему все равно. Стоп. Что случилось? Воркута. Резнов сказал мне в Воркуте. Что он сказал? Нейсон, слушай меня. Это было давно. Далеко. Драгович, Штайнер, Кравченко должны умереть. Он объяснил, что это были за люди. Почему они все должны умереть? Ну, и почему? Что это за нервное программирование-то? Кто такой мастак, который может в мозгах копаться и программировать людей? Что это за спящие ячейки? Музыкантом в Сталинграде. В период немецкой оккупации его скрипка радовала сердца чудесной музыкой. Корсакова, Стасова и других наших великих композиторов. Для моих соотечественников это был символ надежды. Для немцев символ нашего неповиновения, вызов. Даже сейчас я по-прежнему слышу, как он играет. Нацисты перерезали ему горло во сне. Прекрасно. Сотрудничество с нацистами это подлость. Предательство Родины. Но Драговича и Кравченко это не волновало. Падлы. Их надо убедить. Им важно было только добиться своего. Ну, передача копт. Так, это Олимп теперь. В конце войны СССР начал операцию Олимп. О, о, о. Все загружено. Чего греться будем опять? От костра к костру бегать. Во всех, наверное. Пора убить последних солдат фашистского рейха. В Call of Duty, в Баттлфилде. Везде верно, так как мы уходим. От костра к костру бегать. Мои бойцы прошли через самые суровые зимы Восточного фронта. К холоду нам было не привыкать. Но даже сейчас кровь стынет у меня в жилах, когда я вспоминаю, что произошло в тот день. Далеко. Далеко. Давай. Герой Берлина почтил нас своим присутствием. Конечно. Не устал еще воевать, Резнов. Пока у России, матушки, есть враги, я буду ей служить. Довольно уже ерничать, Кравченко. Капитан Резнов сделает, что прикажет. Надо пристрелить их. Нам нужен один немец. И только он один. Доктор Фридрихштайнер. Доктор согласился сотрудничать с нами. Он нужен живым. Нарушишь приказ, пристрелю. Вот так вот. Распорядились моей судьбой, значит. Ладно. Такс, такс, такс. Едем, едем в соседнее село. О, дискотеку. Что такого в Сталинграде натворил Драгович. Сразу пристрелить его. Когда началась оккупация, он и его прихвостень Кравченко бросили нас на верную погибель. Нам обещали подкрепление. Мы ждали. Драгович и Кравченко оппортунисты. Манипуляторы. Им нельзя доверять, Дмитрий. Дмитрий Петренко был одним из самых храбрых людей, каких я только знал. Мы с ним прошли плечом к плечу всю войну. От Сталинградской битвы до самого взятия Берлина. Свою Родину столько крови, что в России его должны были встречать как героя. Но не работают это так. Герои были не нужны. Причем здесь Сталин-то? Немцы не трогать. Штайнер нужен живым. Идите, вы оба. Пошли. Приятно снова идти в бой с другом. Да, дружище. Нас ждет последняя победа. Обыщите каждый уголокого лагеря. Убейте всех, кроме Штайнера. Так. Убили. Так. Пока все удачно. Давай. осталось то чуть-чуть пройти пленных пленных они берем они собирают а ты не птиц но и а а фашистов с ппш что ли не знаю с ппш поставляем шаром ранее не бывает здание управления пуска друзья так так все всех заводишь а могут быть еще могут быть давай их там до хренища было здесь его нет значит он рядом с кораблем ах ты что-то под калаш косить даже не выпрыгну что а как это чудо стеклу то такие странно ладно интересно интересно и дай остальным обыскать каждое здание но наводчики этот дым не увидят бросай наружу понятное то ничего давай мне нужно прикрытие от вас но откуда я знал что это дым то мне так пригодится сейчас вы погибли при бочки прошу прощения дружественными подубиты под огнем дружественных минулитов я хотел вообще-то по той стороне что-то Такой, да? Кто тут есть? Вот так. Да. Сейчас, за хрена читал. Плохо, что вы не кончаетесь. Жаль, жаль, жаль. Понятненько. Что? Как все трусы прячутся где-то в тылу. Снова? Как думаешь? После этого задания мы наконец вернемся домой? Надеюсь, Дмитрий. Надеюсь. Подпишись. Впишитесь! Вперед! Подпишись. Вперед! 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 Заход! Вперед! а ведь крысы фашистские вот так но поражена я хочу бронированный стол что ли ваше да вот так что не понравилось да идем огонь будьте на готове отлично отлично да и немца только так Готов на верх! По лестнице! На этом! Нет уронения от ппш нету! Срежет вас нахуй! Готово! Все! Я здесь! Попался! Убери от меня оружие! Да сейчас! Русский пес! Зараз закрой! Сучара! Пищу! Падла! Отведи меня к Драговичу! Забил в глаза этому немцу! Тварь такой! Я увидел томатское пламя! Драговича ладан на колнах! Злобу фашистского рейха! Всех этих сучар! В тот момент я ощутил непреодолимое желание положить конец его презренной жизни! Хорошее желание! Но тогда я еще был солдатом! И все еще верил в то, что приказам нужно подчиняться! Тварь!